Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами рецептом очень полезного напитка. В конце ролика будут противопоказания, позволяющие избежать последствий при его употреблении. Прошу досмотреть ролик до конца. Ингредиенты, входящие в состав напитка, усиливают действие друг друга и оказывают мощный лечебный эффект. Полынь горькая обрела наибольшую популярность в народе за свои лечебные, очистительные и косметологические свойства. Это многолетнее растение семейства сложноцветные, с характерным специфичным ароматом и очень горьким вкусом. С древних времен с ее помощью лечат различные заболевания и на сегодняшний день продолжают использовать в области фармакологии и народной медицины. Мята – это ароматный травянистый многолетник с мелкими цветками, которые собираются в соцветия. Мята имеет целый спектр лекарственных свойств. Растение отличается способностью блокировать воспалительные процессы и успокаивать. Тепинамбур – многолетнее травянистое растение семейства астровые, второе свое название – земляная груша, он получил из-за специфической, вытянутой и грушевидной формы клубней. Благодаря уникальному составу, тепинамбур положительно влияет на все системы организма. Перед тем, как перейдем к рецепту напитка, у меня к вам есть просьба. Как мы все знаем, YouTube скоро могут заблокировать. В связи с этим хотела бы попросить вас подписаться на нашу страницу ВКонтакте. Ссылка в описании ролика. Приятного просмотра! Листья полыни нужно собрать до начала цветения, срывать их без черешков. Стебли растения с верхушками срезать в начале цветения. Сушить траву нужно в тени, в хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения заготовленной травы – 2 года. Сбор листьев мяты проводят после того, как на них образовались цветочные завязки, но еще не начали свести. Полезные вещества в этот период достигают максимальной концентрации. Стебли нужно аккуратно срезать у самой поверхности грунта в момент активного цветения. Мяту нельзя высушивать в духовке, при этом она лишается полезных веществ и теряет изысканный аромат. Для заготовки листьев тепинамбура нужно снимать их с куста в произвольном порядке. Делать это можно без ножниц или секатора. После сбора листьев нужно высушить их на печке или в специальной сушилке для овощей. Для настоек, отваров и чая лучше подходят молодые листья, которые срезают до начала цветения растения. Для приготовления лечебного напитка возьмите по 10 граммов полыни горькой перечной мяты листьев тепинамбура. Перемешайте. Одну чайную с верхом ложку растительного сбора залейте 250 мл кипящей воды, накройте емкость крышкой, дайте настояться 10 минут, после процедите через марлю. Напиток принимают теплым. Применение напитка. Напиток из полыни мяты и листьев тепинамбура обладает выраженными антисептическими, противовоспалительными, обезболивающими и успокаивающими свойствами. Это обусловлено наличием в составе полыни эфирных масел, активных и дубильных веществ, фитонцидов, алкалоидов, аскорбиновой, яблочной, салициловой и янтарной кислот, провитамина А и каротина. Фитонциды убивают и подавляют рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших. Апсентин имеет противовоспалительные свойства и стимулирует естественный иммунитет. Горький вкус полыни стимулирует жизнедеятельность организма, дает прекрасный тонус, обладает лечебными и очистительными свойствами. Употребление напитка способствует синтезу гликогена желчных кислот, белка. Он помогает очистить внутреннюю поверхность кишечника, предупреждает запоры, снижает уровень вредного холестерина, уменьшает вероятность развития желчнокаменной болезни, препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Эфирные масла ментола облегчают дыхание, снимают заложенность носа при простудных заболеваниях. Высокое содержание витамина С в мяте помогает укрепить иммунитет, справиться с болезнями. Листья мяты имеются судорасширяющие действия, поэтому напиток эффективно помогает при гипертонии, хронических головных болях. Он является спазмолитическим средством, снижая вероятность возникновения рвоты или тошноты. Напиток также уменьшает выраженность болей в желудке, тошноту, связанную с укачиванием и морской болезнью. Расслабляя мышцы горла и груди, средства помогают устранить такой симптом простуды и гриппа, как кашель. Напиток также поможет при отсутствии менструации, при болях внизу живота в критические дни у женщин. При артрите подготовьте 100-150 граммов полыни горькой, по 100 граммов листьев перечной мяты и топинамбура. Смешайте, залейте 5 литрами крутого кипятка. Емкость накройте крышкой, дайте настояться. После остудите настой до 38 градусов, перелейте в тару большего размера, опустите в нее ноги и попарьте 15 минут. Такие ванночки для ног также помогают избавиться от мозолей и натоптышей. Для лечения ноющих суставов можно вынуть из таза распаренные ингредиенты и приложить их к больному месту. Держать их нужно 15 минут, прижав руками. После положите ингредиенты в воду, подогрейте состав и снова повторите процедуру. Для снижения уровня сахара подготовьте по 25 граммов полыни мяты и листьев топинамбура. 1 столовую ложку сырья залейте 300 мл горячей воды, прокипятите на протяжении 15 минут, затем дайте настояться, после процедите. Готовое средство принимают по 2-3 столовые ложки 2-4 раза в день за 20 минут до еды. Для потенции. Напиток используется для улучшения потенции и качества спермы. На протяжении 4 дней каждые 2-2,5 часа принимайте по пол чайной ложки этого средства, запивая водой. Если ночью нет возможности принимать лекарства, то курс лечения нужно увеличить на неделю. При артрозе. Подготовьте 1 часть травы полыни, по 2 части листьев перечной мяты и топинамбура, часть корня аира, 5 частей плодов боярышника, 5 частей травы зверобоя и 2 части листьев эвкалипта. Растение измельчите в кофемолке, 2 столовые ложки полученного сбора залейте литром крутого кипятка, слейте вместе с травой в термос и настаивайте всю ночь, после процедите через марлю. Готовый настой принимают по полстакана 4-5 раз в день, курс лечения 1 месяц. При потере сил, при слабости. Подготовьте 150 г сушеных листьев топинамбура, 100 г перечной мяты, 80 г полыни горькой. Поместите ингредиенты в большую кастрюлю, залейте 4 литрами воды, поместите на медленный огонь, доведите до кипения и кипятите 15-20 минут. После этого средству нужно дать настояться, вылить отвар в ванну. Прием ванны с таким составом придаёт сил, помогает избавиться от депрессивного состояния, укрепляет иммунитет. При простуде. Подготовьте 1-2 столовые ложки порошка из сушеных листьев топинамбура, 1 чайную ложку листьев мяты и пол чайной ложки полыни горькой. Залейте ингредиенты кипятком, накройте крышкой, настаивайте 12 часов. Готовое средство принимают по 100-150 мл за 15 минут до еды трижды в день. При неврозах, мигрени, бессоннице. Для приготовления настоя нужно взять 1 столовую ложку полыни горькой, немножко перечной мяты и листьев топинамбура. Ингредиенты смешайте, залейте стаканом горячей или холодной очищенной воды. Накройте крышкой, настаивайте 20 минут. Готовый напиток нужно выпить полностью перед сном. Кроме этого, при проблемах такого рода можно принимать ванны с добавлением этих ингредиентов. Такая процедура также поможет при поражении их кожи, псориазе. При дискинезии желчевыводящих путей. Возьмите по столовой ложке травы полыни, листьев перечной мяты и топинамбура. Перемешайте, измельчите, залейте стаканом крутого кипятка, накройте крышкой, дайте настояться 40 минут. Готовое средство принимают по полстакана дважды в день. При ожирении. При соблюдении диеты рекомендуется употреблять напиток, приготовленный по классическому рецепту. Его нужно пить по одной столовой ложке за 15 минут до еды. Средство способствует ускорению обменных процессов в организме, что позволяет в короткие сроки избавиться от лишнего веса. При диарее. Подготовь все по чайной ложке травы полыни, листьев мяты и топинамбура. Залейте 200 мл очищенной воды, накройте емкость крышкой, поместите на медленный огонь и нагревайте на водной бане полчаса. После снимите с огня, дайте настояться 10-15 минут, процедите через марлю, долейте воды, доведя жидкость до первоначального объема. Готовое средство принимают по 50 мл на протяжении дня небольшими глотками. Для улучшения работы поджелудочной. Подготовьте 3-4 столовые ложки сушеных листьев топинамбура, 2 чайные ложки перечной мяты, 1 чайную ложку полыни. Ингредиенты засыпьте в кастрюлю, залейте 2 литрами очищенной воды, поместите в кастрюлю на медленный огонь и варите 1,5 часа. Готовое средство принимают по пол-литра в день несколько раз в неделю. Вред и противопоказания. Этот напиток может нанести серьезный вред только при неконтролируемом употреблении. Из негативных явлений отмечаются боли в животе, тяжесть в области сердца, изжога, нарушение сна. Кроме этого, высокие дозы эфирного масла полыни могут вызвать нарушение работы центральной нервной системы, судороги, беспокойства, импульсивное поведение. Чтобы избежать такого, рекомендуется готовить напиток, придерживаясь указанных дозировок, пить не более 3-4 чашек в день. Напиток из полыни, мяты и листьев топинамбура противопоказан при беременности, кормлении грудью, энтероколитах, кровотечениях, малокровии, пониженной кислотности желудка, аллергии и индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в его состав. От его употребления рекомендуется также отказаться астматикам. Перед применением напитка в лечебных целях нужно проконсультироваться с врачом. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!